Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы подготовили для вас важные и актуальные новости о событиях в российской армии, которые произошли в последние месяцы и сегодня, 15 июня 2024 года. В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тысячами мобилизованных. Это серьезное усиление наших вооруженных сил, и каждый из этих новобранцев играет важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. Сегодня, как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин провел встречу с участниками программы «Время героев». Глава государства от имени всего руководства Российской Федерации обратился к героям специальной военной операции, выразив глубокую признательность за их службу. «Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно», — отметил Путин. Он подчеркнул, что для него и для всего руководства страны военные являются членами большой семьи, мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально. Кроме того, сегодня стало известно, что президент России присвоил 389-му разведывательному пункту специального назначения почетное наименование, сообщают РИА Новости. Теперь это подразделение будет носить имя дважды Героя Советского Союза В. Леонова. Данный указ вступил в силу 14 июня. Это решение подчеркивает важность и героизм разведчиков, выполняющих свои обязанности на высоком уровне. Также, как сообщает Министерство обороны РФ, российские танкисты продолжают совершенствовать свои навыки ведения боевых действий. Экипажи танков 93М «Прорыв» отрабатывают применение штатного вооружения боевых машин в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Они тренируются вести огонь с закрытых огневых позиций и прямой наводкой, оттачивают мастерство управления танками, преодолевая крутые спуски, подъемы и сложные участки для маневрирования. Такие тренировки являются неотъемлемой частью подготовки наших вооруженных сил, обеспечивая высокий уровень боевой готовности и профессионализма. Танкисты демонстрируют свою преданность и готовность защищать Родину в любых условиях. Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами и следите за самыми свежими новостями. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем держать вас в курсе всех важных новостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До новых встреч!